всем здравствуйте пожалуйста напишите хорошо ли меня слышно отлично спасибо итак мы продолжаем серию вебинаров посвященных луковичным осяней посадки продолжаем принимать заказы на луковицы отправлять их будем с конца августа до конца сентября в течение месяца неделю назад был вебинар о нарциссах еще за неделю до этого о тюльпанах и сегодня поговорим о гиацинтах и крокусах расскажу о самых интересных сортах этих двух растений об особенностях выращивания и ухода болезнях и вредителях использования в дизайне и начнем с гиацинта гиацинт цветок дождей так переводится с греческого название этого растения большинство выведенных гибридов гиацинта принадлежит голландским цветоводам именно они прославили гиацинт который сейчас по праву считается самым красивым первоцветом наряду с другими многими положительными качествами гиацинт обладает очень тонким стойким ароматом и греки даже считали что он способен освежать и просветлять утомленный разум соцветие гиацинта размещается на невысоком цветоносе и представляет собой кудрявую кисть состоящую из многочисленных звездчатых цветков синего голубого лилового белого желтого цвета используется гиацинт как в садовом озеленении так и для выгонки и для срезки давайте познакомимся с некоторыми сортами этого растения например гиацинта и да высоту достигая 30 сантиметров формирует очень крупные соцветия цветки его напоминают звездочки окраска очень красивая аквамариновая следующий сорт blue eyes высота его 25 сантиметров высота самого соцветия 15 сантиметров цветки очень интересной окраски белая с голубоватыми кончиками цветение в апреле и гиацинт вудсток с очень плотным соцветием высотой 10-15 сантиметров крупным фиолетово-малиновым и кончики листьев у данного сорта что интересно тоже малиновая этот сорт считается одним из лучших сортов современной селекции и он оптимален для выгонки в домашних условиях следующий сорт джипси принцесс высота его около 30 сантиметров цветонос 8 сантиметров окраска лимонно-желтая и пинг сюрприз высотой около 25 сантиметров окрашен он в нежно-розовая тона с более темной серединкой для посадки гиацинтов гиацинты считаются более требовательными к условиям выращивания по сравнению с другими луковичными растениями для их посадки подойдут самые теплые солнечные безветренные места при этом почва должна быть легкой рыхлой плодородной без застоя влаги кислая почва перед посадкой обязательно известковать почву для гиацинта рекомендуется приготовить заранее чтобы она успела осесть не утягивая за собой луковицу и обрывая при этом молодые тонкие образующиеся в это время корешки участок необходимо заранее перекопать на глубину 30 40 сантиметров и одновременно на каждый квадратный метр внести полтора-два ведра перегноя 100 150 грамм полного минерального удобрения при необходимости произвестковать внести известь из расчета 80 100 грамм на квадратный метр почва перед посадкой необходимо разровнять граблями и оставить на какое-то время в покое сажаем гиацинты осенью вперед с конца сентября по начало октября более ранняя посадка приведет к тому что растение раньше времени тронется в рост и может погибнуть от зимних морозов луковица обязательно тщательно подготовить посадки для этого необходимо отбирать только здоровые и крепкие для того чтобы уберечь растение от болезней необходимо протравить луковицы в течение 30 и 40 минут в специальных препаратах типа витарос или максим луковицы мы сажаем на глубину равную трем ее размером луковицы гиацинтов довольно крупная поэтому глубина посадки будет составлять примерно 20 сантиметров расстояние между соседними растениями тоже 15 20 сантиметров после посадки почву желательно замульчировать 5 сантиметровым слоем компоста или торфом который защитит только посаженные луковицы вот резких перепадов температур а также весной будет сохранять влагу в почве и способствовать более быстрому ее прогреванию что касается ухода гиацинты совершенно не требовательны в уходе это благолюбивое растение почва всегда должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии растение поливаем после посадки в том случае если осень выдалась сухой и в сухую весну без поливов гиацинт очень быстро цветают поэтому за состоянием за влажностью почвы необходимо следить примерная норма полива около 15 литров на квадратный метр и после полива целесообразно проводить рыхление и прополки что касается подкормок режим питания гиацинтов заслуживает особого внимания подкормки мы проводим трижды за сезон первую весной сразу после появления всходов для этого на каждый квадратный метр разбрасываем по 20-30 грамм аммиачной селитры азотная подкормка будет стимулировать рост зеленой массы затем в период бутонизации по 1 столовой ложке аммиачной селитры суперфосфата и сульфата калия что способствует активному качественному цветению при этом можно развести эти удобрения в воде и провести подкормку в жидком виде мы знаем что это очень эффективно и затем после цветения проводим подкормку теми же удобрениями в аналогичных дозах то есть она уже будет направлена на формирование цветоноса будущего года по окончании цветения мы должны обрезать цветоноса когда пожелтеют листья обычно это происходит в июне и июля мы выкапываем луковицы очищаем их от почвы и укладываем в решетчатые ящики в течение нескольких дней храним луковицы в проветриваемом помещении чтобы они подсохли но конечно без доступа прямых солнечных лучей влаги например в сарае или под каким-то навесом после этого очищаем луковицы от старых чешуй от старых корней отделяем хорошо сформировавшиеся детки это обычно 3 4 год после посадки сортируем соответственно и закладываем на хранение в течение первых восьми дней важно поддерживать температуру на уровне 25 градусов поскольку в это время происходит формирование будущего цветка а затем снижаем температуру до 17-18 градусов и в таких условиях происходит развитие зачаточных корней и листьев так что касается болезней вредителей а гиацинты при неблагоприятным влажностном режиме несоблюдении правил агротехники могут справа могут повреждаться различными заболеваниями и могут подвергаться нападению вредителей и самыми распространенными заболеваниями являются белая гниль луковиц фузариоз а серая гнилили ботритис из вредителей гиацинта могут вредить луковый клещ луковая журчалка и например стеблевая нематода поэтому для того чтобы обезопасить растения избавить себя от лишней неприятной работы нервов и стрессов необходимо просто обработать луковицы перед посадкой в растворе препарата мы уже говорили это может быть максим витарос либо хом медь содержащий 40 граммов на 10 литров воды против вредителей целесообразно до ботанизации провести опрыскивание растений раствором коллоидной серы кроме того вот такая своей ежегодной своевременной выкопкой просушивания луковицы хранение их в оптимальных условиях сделает растение более устойчивыми к болезням осталось нам поговорить об использовании гиацинта в садовом дизайне саду гиацинта можно использовать для оформления разнообразных цветников их можно сажать группами в цветниках на в альпинариях можно отдельными пятнами крупными массивными на газоне из гиацинтов можно создавать однотонные композиции и разноцветные хорошо смотрится гиацинты с другими раноцветущими растениями например с мускари с низкорослыми сортами тюльпанов и нарциссов и отлично подходят гиацинты для контейнерного выращивания кроме того феврале-марте на полках магазинов мы можем увидеть горшочки с зацветающими гиацинтами и руки наши так и тянутся купить эти красивые растения разбавить зимнюю тоску приблизить наступление весны но вырастить гиацинт зимой можно самостоятельно он довольно легко поддается выгонки процесс этот не составляет ничего сложного необходимо только придерживаться некоторых основных правил после цветения летом луковицы необходимо выкопать и хранить как обычно в течение двух месяцев при температуре около 25 градусов затем в сентябре для выгонки отобрать самые крупные луковицы переложить их на нижнюю полку холодильника например полотняный мешочек либо бумажный пакет и хранить в таких условиях до посадки чтобы гиацинт зацвел например в марте посадку необходимо проводить в ноябре для этого следует выбрать горшок высотой не менее 15 сантиметров диаметр его будет зависеть от того сколько луковиц в одном горшке вы планируете посадить на дно горшка обязательно размещаем слой дренажа насыпаем плодородную землю и сверху сантиметровый слой песка который не даст луковицам загнить почву немного поливаем и сажаем луковицы довольно плотно но так чтобы они не соприкасались друг с другом немножечко вдавливаем их в почву и сверху засыпаем плодородной землей оставляя сами верхушки луковиц на поверхности горшки мы убираем в темное место с температурой не выше 4 6 градусов например в подвал или в холодильник примерно на 2-3 месяца поливы не проводим иначе луковицы с большой вероятностью будут загнивать затем по истечении 10 12 недель из луковиц проклевываются зеленые листочки и когда они достигнут высоты 4 сантиметров горшки необходимо перенести на прохладный подоконник притенять от ярких солнечных лучей а температуру желательно поддерживать на уровне 10 14 градусов в таких условиях необходимо содержать растение еще около месяца пока не появится цветоносы около 15 сантиметров высотой и после этого выносим растение в хорошо освещенное помещение с температурой около 20 градусов обязательно следим за влажностью почвы время от времени поливаем но без избытка и затем после цветения уже мы должны луковицу выкопать очистить и хранить прохладном месте до осени затем высадить в грунт также как и обычно о гиацинтах на сегодня все осталось поговорить о крокусах крокус или второе его название шафран растение очень ценный на вес золота в древнем египте шафран использовался в те времена как сильный краситель как изисканная приправа и драгоценное лекарство а также в качестве благовония лишь император мог пользоваться краской шафрана купаться в воде надушенной шафраном лепестками этого цветка посыпали полы в залах для пиршеств сейчас же очень сложно встретить сад не ранней весной этими очень милыми яркими растениями которые появляются едва только сойдет снег крокус это многолетнее луковичное растение высотой обычно до 10 сантиметров каждая луковица формирует от 1 до 4 цветоносов цветки колокольчатого ранковидные крупные белое желтое сиреневое синяя краски могут быть однотонными двуцветными с полосками в нашем интернет-магазине все сорта крокуса представлены двумя каталогами это крокус ботанические и крокус и крупноцветковая давайте познакомимся с ними по очереди с каждым с каждой из этой групп из этих групп и например среди ботанических можно выделить такие сорта как advance это этот крокус обладает очень необычной окраской высота его около 8 10 сантиметров цветет в марте-апреле следующий сорт дороти с очень объемными крупными цветками золотистой окраски и эффектными коричневыми полосками по наружной стороне лепестков цветет он на протяжении 8 10 дней высота 10-15 сантиметров и крокус cream beauty очень нежный цветки его кремового цвета с яркой оранжевой серединкой цветет две-три недели высота 8 10 сантиметров принц клаус высота его около 15 сантиметров цветки бакаловидные высотой 6 10 сантиметров они белые с фиолетово-голубыми пятнами продолжительность цветения около 7 10 дней сайбери триколор это один из лучших сортов отличается он яркой контрастной окраской бутонные нежные сиреневые ближе к основанию лепестки становятся белыми а у самого основания ярко-желтые и крокус spring beauty высота его около 15 сантиметров цветки высотой 6 10 сантиметров окраска сиреневая снаружи белая с темно-синими пятнами цветет он около 10 дней среди крупноцветковых крокусов хотелось бы выделить сорт white белоснежный с крупными цветками ярко-желтой серединкой высота 10-15 сантиметров цветет около двух недель и обладает тонким ароматом крокус авангард с белосиреневыми цветками очень интересная необычная краска высота до 10 сантиметров цветет он 7-10 дней крокус yellow с ослепительно-желтым очень яркими цветками цветет до 20 дней крокус king of the striped яркий полосатый белосиреневый цветет он около 10 дней и сорт flower record высота бокала до 10 сантиметров цветки очень насыщенной фиолетовой окраски с яркими контрастными желтыми тычинками цветет от 7 до 10 дней для посадки крокусов необходимо выбрать конечно только самые крепкие здоровые луковицы сомнительные мы от браковы мы никогда не сажаем перед высадкой очень неплохо провести протравливание луковиц фундазола или препаратом максим витарос крокусы предпочитают открытые участки хорошо прогреваемые солнечные они будут неплохо чувствовать себя и в полутени но при этом будут мельчать цветки лучше всего крокусы растут на рыхлых питательных почвах хорошо дренированных без застоя влаги почву перед посадкой необходимо перекопать на глубину 15-20 сантиметров и на дно желательно поместить слой дренажа например крупного речного песка под перекопку ничего не сказала вносим компост или торф можно перепревший навоз ни в коем случае не свежий а можно добавить древесную золу если наблюдается повышенная кислотность высаживаем крокус с середины августа до середины сентября на глубину опять же равную высоте 2-3 луковиц посадки стараемся не загущать и среднее расстояние между луковицами должно составлять 5-7 сантиметров поскольку крокусы довольно быстро разрастаются и ежегодно формируют детки уход за крокусами будет заключаться в поливах поливаем только если зима выдалась малоснежной весна сухой регулярно проводим борьбу с сорняками рыхлим почву подкармливаем исключительно минеральными удобрениями причем преимущественно фосфорно-калийными подкармливаем дважды ранней весной еще по снегу можно разбросать комплексное минеральное удобрение 30-40 грамм на каждый квадратный метр и во время цветения тем же удобрением но уже в сокращенной дозе на зиму почву вокруг растения мочируем перегноем или компостом слоем около 5-7 сантиметров и ранней весной мочи убираем размножение крокусов после цветения крокуса луковицы его истощается и образует вместо себя несколько деток и происходит так ежегодно и поэтому спустя 3-4 года растение разрастается и требует деления можно не дожидаться несколько лет и делить луковицы ежегодно если например появилось желание их размножить быстрее для этого в июне мы выкапываем луковицы промываем просушиваем на открытом воздухе без доступа прямых солнечных лучей отделяем детки образовавшиеся ранки можно обработать зеленкой древесным углем и сортируем получившиеся луковицы на фракции хранимым в сухом проветриваемом помещении до высадки обратно в грунт условия примерно такие же как и с другими луковичными что касается болезней вредителей то к ним крокусы довольно устойчиво главную опасность для луковиц представляют если только грызуны и лучшей защитой от них будет профилактика поэтому не стоит сажать крокусы рядом с неокультуренными участками можно сажать их прямо в контейнеры заглубляя их в почву на зиму растения полезно прикрывать еловым лапником в условиях повышенной влажности крокусы могут поражаться грибковыми заболеваниями их можно распознать по размягченным луковицам под оболочками не их появляются белые розовые пятна и сами растения перестают расти больные экземпляры необходимо выкопать луковицу обработать фунгицидом и просушить здоровая также после цветения выкапываем подсушиваем и перед посадкой соответственно протравливаем разносчиком различных заболеваний в том числе и вирусных будет являться для и для борьбы с ней необходимо обработать крокусы раствором карбофоса 0,1-0,2 процентной концентрации что касается использования крокусов в ландшафтном дизайне то они прекрасно смотрятся на альпийских горках в бордюрных посадках на фоне газона в сочетании с другими первоцветами и если перед вами стоит вопрос что же посадить в приствольных кругах то здесь можно даже не сомневаться смело сажать и крокуса растение это совершенно неприхотливое очень изысканное при этом поэтому если вы еще не являетесь счастливым обладателем крокусов то поспешите скорее исправить эту ошибку растение действительно замечательное и так наш сегодняшний вебинар подошел к концу если у вас остались какие-то вопросы задавайте их пожалуйста в чате кроме того по любому вопросу вы можете обращаться нашу электронную почту заказ собака горшинка точка ру звонить по любому из указанных номеров также вместе всех социальных сетях пожалуйста присоединяйтесь к нам все наши предыдущие вебинары хранятся на нашем youtube канале горшинка цветов дома я благодарю вас за внимание сегодня встретимся через неделю спасибо большое до свидания